приветствую вас дорогие друзья с вами Игорь Ерхов и сегодня обзор новинки от компании Mabiba это палатка К6 Кайфандра 6 комплект идет вот в такой вот сумочке такой сумки сумка достаточно большая и туда помещается вместе с комплектом Кайфандра К6 еще и печка Duna 3 поскольку палатка К6 позиционируется как палатка для отопления не только для бани то печка Duna 3 длительного горения как нельзя кстати подойдет к этой палатке и как видно сумка вот палатка К6 вместительная и Duna 3 легко помещается вот она печка Duna 3 вес всего там 7 килограмм ну а здесь комплект палатки К6 ветровые оттяжки и каркас в палатке гарантийный талон лоскуты ремнобор комплект плотных вертушей 3 3 и 1 10 штук на 10 ветровых оттяжек ну и сантент в расцветке фирма фирменный камуфляж пирамидный камуфляж петровые оттяжки потом каркас вернул вплотную потом я его установлю все сегменты каркас Шпангову соединяем воедино Здесь есть петелька Я ее использую, все-таки просовываю через нее Вставляю конец шпангового в один карман Просто в один карман Второй конец расположен Задействую ключики Креплю крючки везде, где это предусмотрено Конструкции Все, есть Одну часть я собрал Теперь противоположную Точно так же соединяю воедино Все элементы шпангового Здесь я просовываю Вставляю конец шпангового в один карман И точно так же на противоположной стороне При этом, естественно, натягивая шпангового, я имею ввиду, что буду оттягивать темп на себя Оттягиваю конец шпангового на себя И вставляю в противоположный карман Все, это я сделал Теперь точно так же остается Зацепить крючки Шпангового везде, где это предусмотрено Все делается очень быстро Крепление происходит легко и непринужденно Быстро И несмотря на то, что Крепление при помощи крючков Это не мощные застежки молнии Которые обеспечивают Передачу упругости от тента каркаса И от каркаса в тент Во всех точках шпангового Все равно каркас остается достаточно жестким Это чувствуется Чувствуется В общем-то, вот я приподнимаю палатку За один конец И она не меняет свою форму Сколько не будет заметно Установить Дверной узел Вот каркас дверного полотна Здесь есть кармашек Из плотного ПВХ Туда я вставляю Один конец Дверной дуги Начать Дверной узел Вот таким вот образом И здесь вот так Ого Все готово Такой вот способ закрытия Ну и при том присел Конечно Предусмотрен герметизирующий клапан У него тоже закрывается Сборка палатки Можем сказать завершена Остается Везде, где предусмотрено Установить ветровые оттяжки Сейчас я их завяжу И внизу поставлю Растяну палатку Чтобы она была натянута И установлю колышками Загреблю ее По фарту Готово Как видно здесь Предусмотрен окно притока воздуха Открываю Открываю Вяжу на эти завязки Клапан разделки дымохода Тоже открываю Закручиваю здесь Я считаю, что бант Вполне Себя зарекомендовал Так, в центре тента Здесь одна оттяжечка И это, кстати, очень важная оттяжка Потому что Она у окна притока воздуха Она напротив Разделочного узла Дымохода И обязательно нужно оттянуть Для того, чтобы встречный ветер В случае чего Не прижимал Стенку палатки Непосредственно к печи Если печь будет раскаленной То ткань может деградировать И придется делать ремонт Поэтому эта ветровая оттяжка Является наиважнейшей Такой же важной Как крепление по По основанию То есть по юбке Хотя Естественно задействовать Нужно все Ветровые оттяжки Лучше все Тем более Если вы Стоите на ночевку И тем более Если в ветреном районе Готов Так Здесь Так В центре стенки Тоже ветровая оттяжка Начинаю Винчивать Здесь тоже я натягиваю И креплю Вот так Так, натягиваю тент Креплю здесь по юбке Натягиваю его И Закручиваю Закручиваю Укреплены все Ветровые оттяжки Но они не Изкреплены Кулышками К грунту Только вот здесь Изкреплено По фартуку Четырьмя кольями Окно притока воздуха Здесь Ветровая оттяжка Надо было установить Конечно Здесь Пластины разделки Дымохода Разделочный узел Который Интегрирован в Стенд палатки Палатка Длинная Очень длинная Вот таким образом Уже встроены Кармашки Один большой карман Второй большой карман Но эта палатка Явно для туризма Чтобы ночевать Она очень длинная Очень длинная И вдвоем Здесь с комфортом Можно расположиться Даже втроем С комфортом Здесь вещи Можно положить И уместиться Легко переночевать Палаточка сама Конечно Небольшая Но зато Ее легко отопить Она Действительно Небольшой высоты То есть Вообще В полный рост Не стоишь Ни ростовая Но зато Дает это возможность Сделать из нее Отличнейшую Отапливанную Избушечку И В общем-то Даже мобильную баню Так Все устроено Изнутри Герметизирующий клап Закрыть Можно Вот таким Образом Делаю Сейчас Одной рукой Двумя руками Это делается Быстрее Здесь Слева От входа Предусмотрена Молния Открываем Ее И здесь Такой Упор Обеспечивающий Нам Вентиляцию Как устроен Дверной Узел Отстригывается На молнию Можно Свернуть И При помощи Пуговицы Клеванта Здесь На петельку Прикрепить В этом месте И вот здесь Готово Ну и таким образом У нас получается Однослойная Прозрачная дверь Аквариум Конечно же На гермокласс Очень удобно Можно смотреть Что снаружи Когда находишься Внутри Допустим Ночуешь Спишь У тебя там Байдарка Чтобы ее никто Не украл Ты можешь Лицезреть ее При помощи Такого Пластикового окна Это на самом деле Очень хорошо Печка Внутри Мачки Все готово Сегменты дымохода Достаем Раз Два Есть Вывожу Через раздел Наверх Вывожу Теперь Натягиваю Задавая Крутящий момент Дверцы топки Сюда Топливо Закладываем Разжигаем Закрываем Даем Некоторое время Разгореться Если банный режим То оставляем Таким В таком положении Если Мы хотим Спать То глушим Это минимальная Площадь Приходного Сечения кислорода Вот так Чем больше площадь Тем больше подсос кислорода Мощнее горит Теплее в палатке Регулировкой Диска На две цитовки Мы добиваемся Нужной Нужной нам Температуры В палатке Это опытным путем Делается Исходя из условий Внешней окружающей среды Утепленный пол Если у вас пенки Ну и многие Многие другие факторы Также наличие спальников И ваша Личная восприимчивость К холоду Так По поводу печи Ручки Ни в коем случае Не в таком положении В рабочем Рабочее положение Вот такое Пич дюна Внутри К6 Вот она стоит Установлена Такая вот палатка Что я могу сказать Таким образом Вот я выгляжу внутри Пригнувшись Голова моя Практически полностью Пригнута Но для ночевки Это отлично Когда сидишь Чувствуешь себя комфортно Здесь можно поставить И столик Небольшие стульчики Посидеть Совершенно спокойно Покушать Ну а для ночевки Это классная палатка Окно притока воздуха Пауленты Кармашки Два кармана На всю ширину Это классно Окно притока воздуха Печь длительного горения Она же здесь подойдет И как банная печь Вот И так же Вот эти вот Пуговица Клеванта Я вижу Везде предусмотрены По периметру Это говорит о том Что пол пристежной Предусмотрен Для этой палатки Но вместе с пристежным полом Из торпаулина Так же сверху Можно положить И пол утепленный В общем Это настоящая Отапливаемая Избушка Классное изделие Так же Здесь прозрачное окно Повторюсь Что Это можно легко исправить Взять И При помощи пуговиц Все это И здесь на молнию закрыть Все В этом случае У нас закрыто помещение Никто вас не увидит Ну и конечно же Отстегиваем молнию Здесь привязываем На пуговице Клеванты Одна пуговица Можно аккуратно Это все свернуть А можно просто Так как это сделал Сейчас я В быстром темпе Здесь По идее Получше свернуть Тогда не будет так свисать Ну вот Тогда у нас прозрачное окно Ну что же Классно Отличная палатка Избушка Настоящая Отапливаемая избушка И мобильная баня Для походников Для водных походов Это отлично Такой вот выход Ну естественно здесь Гермоклапан Гермоклапан Вместе с печкой Окно приточной вентиляции Ну и печка Длительного горения дюна Внутри В качестве Печки для отопления И для Мобильной бани Печки для отопления Внутри